так всем привет пока все подключаются для тех людей которые будут смотреть этот эфир в записи сразу же скажу что меня зовут Ольга Ермилова и сегодня мы будем говорить о том каким образом пассивный доход влияет на ваши деньги и это будет история не рекламе пассивного дохода это даже будет не о том что такое пассивный доход хорошо или плохо это будет мое видение и понимание ситуации того почему так много историй когда люди вкладывают деньги в пассивный доход или стремятся найти какой-то пассивный доход и затем сталкиваются ситуации когда вдруг куда-то деньги исчезают повторяюсь это не история о пирамидах еще о чем то я хочу показать вам энергетическую часть поделиться с вами теми наблюдениями теми выводами которые я сделала исходя именно за своими наблюдениями с другими людьми потому что очень огромное количество людей к моему личному удивлению стремятся зарабатывать деньги пассивно ничего не делая то есть очень хочется вложить куда-то деньги чтобы вот они приходили и для меня было очень большим откровением то что люди именно у которых денег мало которые берут кредиты которые что-то продают которые влазят сумасшедшие долги сейчас простите пожалуйста дорогая у меня прямой эфир пока мой ребенок стучится не может понять почему мама закрылась его детской комнате почему многие люди именно у которых денег мало влазят вот в эту историю финансовую и в результате естественно зачастую ведь я уже сказала естественно я уже немножко продала свое отношение к этому действию прогорают давайте будем с этим разбираться вообще давайте начнем с ключевого зачем люди идут в пассивный доход ну вы можете писать было бы неплохо если бы мы общались а я буду угадывать ваши ответы ну конечно же для того чтобы получать деньги очень многих существует такое вот желание причем самого раннего детства хорошо бы ничего не делать и чтобы деньги были и сейчас как всегда я буду поднимать сразу миллиард тем очень опасная история когда ребенок видит что родители ничем вроде бы не занимается но при этом у него есть деньги например с такой историей часто сталкиваются в том случае когда папа с мамой развелись и папа дает маме деньги или там например как вот мой супруг оставил торговый центр своей бывшей жене и она получает с него каждый месяц дивиденды и с одной стороны какой молодец мужчина да что он позаботился о своей женщине с другой стороны женщина полностью зависит от этого торгового центра для женщины внутренне ну типа зачем мне работать если деньги приходят но если вдруг что-то происходит дальше то ну что например может произойти там кризис там уехали арендаторы или нужно торговый центр перестроить перезапустить или произошли какие-то проблемы люди человек как бы становится заложником этой ситуации то есть получается что торговый центр ну или какая-то недвижимость руководит его жизнью и что видит ребёнок ребенок в этот момент видит что мама ничего не делает но деньги откуда-то есть и у ребенка берется убеждение если это еще девочка это полбеды но у мальчика берется убеждение что так можно можно значит работать и точнее можно не работать но получать деньги и вот это вот история про пассивный доход она у многих есть теперь давайте разбираться что такое деньги мы хотим пассивный доход чтобы иметь деньги. Что такое деньги? Деньги – это энергия. Деньги – это энергия на всех уровнях, и, как правило, деньги – это та энергия, вообще, на хрена эти деньги пришли в мир? Я лично, не знаю, как вы, я задавалась этим вопросом миллиард раз. Зачем вообще нужны деньги? Ну, круто было бы. Я умею, например, что-то делать, я это делаю, а ты умеешь одежду шить, ты мне одежду дал, а ты умеешь классно готовить, ты ресторан открыл. И мы такие ходим, все меняемся друг с другом, кто чем умеет. Но мы прекрасно понимаем, что мир так не может существовать, потому что, скорее всего, половина людей, большую часть людей, которых я наблюдаю со стороны, это люди, которые работают, потому что надо работать. Вот если есть малейшая возможность не работать, человек работать не будет, и многие даже ищут все время в себе оправдания. Так вот, давайте разбираться. Денежная энергия – это, по сути, некая энергия, которая показывает такое табло, знаете, вот с цифрами, табло с цифрами, которая демонстрирует, насколько ты даешь какую-то пользу миру. Да, то есть другим людям. Насколько то, что ты делаешь, другим нужно, потому что, если это другим нужно, если ты можешь это до других донести, и если эта ценность более-менее уникальная, потому что, если ты просто делаешь шурупы на заводе, то, в принципе, тебе много не заплатят. А вот если ты разрабатываешь, как Илон Маск, проекты, космические корабли и новые какие-то совершенно технологии, то у тебя есть шанс получать много. Почему сегодня время айтишников, которые много зарабатывают своими мозгами? Мы не можем с вами сделать то, что делают айтишники, потому что у них мозг другой. И вот деньги – это вот такая энергия от Вселенной, вот такая вот благодарность ваша. Зачем нам нужны деньги? Для того, чтобы мы могли реализовывать свои желания, для того, чтобы мы могли классно себя чувствовать, отдыхать, покупать, чтобы мы чувствовали себя более свободными. И поэтому деньги – это конкретная энергия. И чем больше вы в состоянии принести миру пользы, чем больше вы готовы чего-то новаторского сделать, чем больше ваш мозг на это все настроен, чем больше у вас сил, тем больше у вас денег. Это связано. А теперь давайте возвращаемся в пассивный доход. Что такое пассивный доход? Я желаю, чтобы деньги работали без меня. Вот у меня есть какие-то бумажки, которые очень часто мне не принадлежат, или я их добывал с тяжелым трудом. Знаете, есть люди, которые умеют вот так вот откладывать. Я всегда удивляюсь, как живут бедные люди, но у них всегда деньги есть в наличке. Они всегда откладывают, у всего себя лишают, никаких удовольствий, ходят долго в старой одежде, как правило живут в какой-то бедной очень обстановке. Семья может жить 10 человек в одной квартире, но у них есть деньги. И вот они эти деньги копят, значит, для того, чтобы отдать в пассивный доход. Для того, чтобы не они свою энергию отдавали, для того, чтобы не они пылали и вот эту энергию раскачивали, а для того, чтобы это сделали что? Бумажки или цифры, которые работают в банке. То есть бумажка, за которую я покупаю путешествие, дарит мне энергию, вибрацию. Я радуюсь, я счастлив, я о чем-то думаю, у меня приходят новые идеи. Я горю, но бумажка, которую я хочу, чтобы она была не эмоцией, а она работала пассивно. Я ее положила, а она там как-то проросла. Энергии в этом нет. А жизнь и деньги – это энергия. И поэтому пассивная история о том, когда вы отдаете деньги, и они рано или поздно сгорают – это история о том, что вы в этот момент никакой энергии, пользы и вообще ничего не делаете. Вы только ждете, смотрите на бумажку, как совершенно опалоумевший человек и ждете, когда же она что-то принесет, закупая всякий бред. Почему те люди, которые организовывают вот эту всю пассивную историю? Я, честно говоря, никогда с этим не имела отношения, но часто мне задают вопросы на эту тему. Я знаю, что там кто-то покупает какую-то недвижимость непонятную, которую никогда не видел, кто-то покупает какие-то там драгоценности типа серебро, украшения, прочую историю. И вот для того, чтобы это продать, это нужно было придумать. И вот человек, который это все строит, это человек, обладающий безумной энергией, потому что ему нужно зарядить десятки, сотни, а порой тысячи людей, заставить их поверить в то, что та история, которую человек придумал про пассивный доход, она работает. Все знают, ну, хороший бизнесмен – это всегда хороший маркетолог. Я это знаю, потому что я хороший бизнесмен и хороший маркетолог. И главное правило маркетинга гласит – дай человеку то, чего он хочет. И, безусловно, не нужно к доктору ходить, чтобы понимать, что люди, у которых мало очень денег, они хотят много денег и ничего не делать. Это то, что для меня вообще не ясно. Зачем тебе деньги, если ты ничего не хочешь делать, если ты внутри пустой, если ты внутри не накачанный, если ты ничего не хочешь, если ты не мечтаешь, если ты не желаешь, если ты не развиваешься. Зачем? И хороший предприниматель такой, он понимает, что сейчас мне нужно рассказать красивую историю о том, что человек хочет услышать, что делать ничего не надо, и вложив относительно небольшие суммы денег, ты сможешь получать фантастические суммы, фантастические. И вот этот человек, который это придумывает, это человек всегда лидер, всегда человек, обладающий безусловной и безоговорочной харизмой. Человек, который готов, не знаю, строить города, вести за собой – это безумная денежная энергия, на которую люди клюют, что естественно, потому что на это нельзя не клевать. Они клюют. Но тех, у кого, простите, мозгов поменьше, это не значит, что дураки, это значит, что недоразвитые в контексте себя, в контексте изучения жизни, в контексте изучения мыслей своих, это просто росли по-другому, как, знаете, вот в маленькой какой-то такой своей куйбушке и банушке, и не думал, что может, может кто-то обмануть, что это может неправда быть, таких же людей очень много. И вот за счет вот этой недоразвитости собственной личности человек в эту иллюзию начинает верить, потому что в нее приятно верить. Я знаю женщин, которые тайком от мужа берут кредиты для того, чтобы войти в этот какой-то мнимый пассивный доход. Я знаю мужиков, которые тоже там что-то у матери продают квартиру для того, чтобы войти в мнимый пассивный доход и ждут, когда же, значит, они куда-то отдали эти бумажки, когда же эти бумажки теперь вот им принесут, когда вот озолотится это все, вот делать я ничего не буду, а жизнь моя теперь будет классная. Вы должны понимать закон энергии. Закон энергии таков, что если вы ничего энергетически не отдаете, вы ничего и не получите. Отдавать деньги для Вселенной, для энергии, это просто бумага. За деньгами стоит энергия ваша, то, как вы просыпаетесь утром и думаете о том, чем вы будете, чем вы занимаетесь, то, как вы, что у вас вызывает ваша работа, то, насколько вы развиваетесь в этом, насколько вы проходите свой собственный путь эволюции, потому что для того, чтобы быть в чем-то классном, мы должны все время напитываться, накачиваться, я каждый день работаю над собой. То есть это постоянная вот такая движуха, деньги любят движения. И получается, вот вы говорите, деньги откладывать нельзя, все деньги точно откладывать нельзя. Вы должны жить этими деньгами сто процентов. То есть в идеале, когда мы распределяем каким-то образом свой бюджет, но мы живем не по принципу того, что вот у меня есть сто рублей в месяц, и я, значит, там вот это пятьдесят я живу, пятьдесят откладываю. Мы все время думаем о том, как я могу заработать больше, дать больше пользы, сделать чего-то больше классного. У нас должна быть все время накопительная воронка, которая вот такая, а не вот такое ведро. Это то, почему предприниматели развиваются и часто взрываются, больше зарабатывают, меньше – риск. Это энергия. А человек – наемный сотрудник, его в лучшем случае ведерко. Но есть такая история очень у многих людей наемных, когда они зарабатывают, 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 и потом их разводят, или у них вытаскивают деньги, или случается в жизни нечто. Вот знаете, кто на заработки, например, ездит? Я знаю очень много таких людей, знакомых там мамы своей, дяди своего, который живет в маленьком городе. Когда люди едут куда-то там собирать грибы, да, ждать такие всякие истории, они работают какое-то количество времени, приезжают, и у них заболевает какой-то родственник. Или они заболевают, с ними что-то случается, и они радуются. Они говорят, как хорошо, что я заработал на это деньги. Но когда у вас таким образом забирают деньги махом, на которые вы долго работали, это разговор Вселенной энергии. Ты не то делаешь. Это не то. Потому что ты в данном случае, это, знаете, плюс и минус. Всё. Ничего не произошло. Ты полгода поработал для того, чтобы в один момент это исчезло. Это такая утечка денег. Это энергетическая история. Поэтому вы должны понимать, что всё, что касается момента денег, это всегда движение. Это всегда отдача. И я не знаю ни одной классной истории. Лично я не знаю. Если я не знаю, это не означает, что их нет. Но я не знаю ни одной истории крутой про пассивный доход в контексте вот таком. Не путайте с инвестициями. Когда ты опытный предприниматель, бизнесмен, и ты инвестируешь, у тебя есть деньги. Это немножко другая история. Это уже история про шахматы, про умение просчитывать ходы, про умение быть в правильных коллаборациях, про партнёров. Это другая история. Я сейчас говорю об обычных людях, которые постоянно, тяжёлым трудом, получая, зарабатывая или одалживая деньги, стремятся получить много, ничего при этом не сделав. Деньги никогда не будут работать за вас. Вы должны это осознавать. Они не могут работать за вас, потому что они неэнергичны. То есть энергетика стоит за вами. Вот этот момент, когда ты идёшь отсюда-сюда, вот эта денежная энергия – это не бумажка. Бумажка – это просто бумажка. Энергию деньгам придают люди. Люди. Вы не будете брать деньги лет в шестьдесят, когда такой энергии нет, как в тридцать? Или по какой причине не вышли завтра на работу? Я не понимаю сейчас, о чём вы говорите. Не понимаю совершенно ваш вопрос. И очень странно считать, что шестьдесят лет – это взрослый возраст. Моему мужу будет пятьдесят шесть. И я вам могу сказать, что это забавно, когда люди говорят о том, что… Я понимаю, что в двадцать, может быть, вам это так кажется. Но энергия – это не вопрос возраста. Я знаю 20-летних ребят, 18-летних мёртвых энергетически. Мёртвых. Просто мёртвых. Когда ты смотришь на человека, а в нём жизни нету. Это не история про возраст. Посмотрите на 90-летних, на 100-летних. Посмотрите на множество. Посмотрите на Познера. Пусть вот перед вами пример. Это не вопрос возраста. Большинство людей сдохли уже при рождении. Они уже сейчас ничего не хотят. Уже сейчас мы видим мёртвые глаза людей, которые ездят в транспорте, которые смотрят в эти тупые айфоны, ничего там не находя. Это история про другое. Энергия – это совсем не возраст. Вот что вы должны осознавать. И только ваше внутреннее развитие, только ваше понимание законов Вселенной, изучение этого, изучение себя, своих потребностей, раскрытие своего внутреннего даст вам силы, даст вам понимание, даст вам желание просыпаться по утрам и заниматься, и думать о том, не как деньги заработать, а что я классного могу сделать, как я хочу и могу раскрыть свой внутренний потенциал в этой жизни. Нахрена же меня сюда прислали, если я, блин, сижу и думаю о том, как в какой-то куйбушек купить 10 килограмм серебра для того, чтобы завтра за это получить деньги. Это дурня, вы тупеете в этот момент. Если вы хотите, чтобы кто-то работал за вас или что-то, вы тупеете, вы не развиваетесь абсолютно в этот момент. А это самое страшное, потому что развитие – это то, для чего мы пришли. Наша задача найти себя, наша задача сделать что-то классное в мире, именно для того, чтобы развить свою душу, для того, чтобы мы перешли с вами на какой-то другой уровень. Вы посмотрите, какая Вселенная потрясающая, какая она фантастическая. Сколько созданий в мире создано, сколько планет разных. Люди уже в космос давным-давно добрались. Вы вообще вдумайтесь в это. Неужели ваша жизнь – это про то, чтобы вложить 10 тысяч долларов в башню, которая… Это хорошо ещё, если в башню. Повторяюсь, хорошо, если это не в бады. В бады вкладывают люди в порошки какие-то деньги и желают, значит, чтобы эти бады сделали их богатыми и счастливыми. Вы вообще просто вдумайтесь в эту историю. Понимаете, что пассив – это всегда плохо. Пассив – это означает перекрутка энергии. Это означает, что вы остановились, как и деньги, которые всегда должны работать, которые всегда должны дарить эмоции, которые должны дарить ощущения. Почему вот, например, мы часто наблюдаем и в «Рерай 3 жизни» и вообще в жизни вы можете наблюдать, если вы не с нами, что когда вам деньги на что-то нужны, когда вы их очень сильно хотите, вы чем-то загорелись, они к вам приходят. Очень часто. Очень часто это происходит. Особенности – вы с этим умеете работать. Вам открываются возможности, или вы что-то захотели, об этом подумали, и тут раз-раз-раз всё как-то сложилось. Это вопрос энергии. И чем более вы раскачаны, чем больше вы упражняетесь в этом, чем больше вы это изучаете, тем больше чудес в вашей жизни. Кто-то говорит, у тебя не жизнь, а сплошное чудо. Это не история про чудо. Это так нормально. Это уровень нормы. Вы просто об этом не знаете. Понимаете, вот принято считать, что норма в нашей жизни – это страдания, мало денег, лишения, политические проблемы, войны – это норма. Норма, когда ты 30 родила, и ты уже страшная. Норма считать, что 60 – это уже мёртвый человек. Норма считать, что нужно выучиться в университете, а без этого тебя никуда не возьмут работать, а ты ничего не умеешь. Вот что принято нормой – это стандарты, совершенно сбитые, сбитые абсолютно с правильной историей. А ведь всё совершенно иначе. Ведь, по сути, вообще не важно, какое у тебя образование. Уж простите меня, если ты не работаешь в каких-то очень точных науках. Я не говорю про медицину. Да, это очень важно. Но, по факту, так как учатся у нас, это вообще не имеет никакого отношения и значения, как эти табеля, оценки и прочие вещи. Возраст не имеет никакого отношения. Сколько детей ты родил – не имеет никакого отношения. Важно, чем ты внутри дышишь. А когда ты утром просыпаешься злой, ты ненавидишь людей, солнца нету, лето заканчивается, что с этим коронавирусом – непонятно. Все гады, все сволочи, зарплаты не платят. И сидит человек, и где же твое счастье? И он мечтает, что когда-нибудь он пойдет на пенсию, будет получать деньги, и ничего не надо будет делать. И он мечтает уже в 20 дохнуть начать. Его сдыхание началось прямо сейчас, как говорила Тина Канделаки. И вы начинаете умирать прямо сейчас. И что? Поэтому история о том, когда мне задают вопросы на тему, например, скажите, пожалуйста, вот как мне собраться… Вот тут тоже что-то вижу. Как мне собраться силами с тем, чтобы бросить работу? Где мне взять смелости, чтобы вот эту жизнь свою изменить, чтобы сказать другим людям о том, что они очень сильно на меня давят? А где вы взяли смелость, чтобы позволить убить себя? Где вы взяли смелость, чтобы пойти на работу, которую вы ненавидите, и каждый день на нее ходить? Где вы взяли смелость для того, чтобы жить с мужчиной или женщиной, которых вы не выносите? Вот там же берите и ту смелость, ту смелость, которая позволит вам жить по-другому. Вы же набрались смелости убивать себя каждый день. Вы же набираетесь смелости ненавидеть свою жизнь и продолжать так жить. Вы набираетесь долгов, смелости для того, чтобы влипнуть в очередную какую-нибудь авантюру. Вы набираетесь для этого смелости. А что же вы не набираетесь смелости все это сбросить с себя? Что же вы, как этот верблюд, все на себя натянули, и прете, прете, и ноете, и ноете, и вот ноете этой желчью вокруг? Я даже вопросы такие не выношу, потому что, когда человек это говорит, я прям чувствую его, знаете, гнойную такую историю, которая на меня течет. Людям нравится задавать эти вопросы бесконечно, нравится купаться в этом, вот во всем вот этом вот страдании, и говорить, да-да-да, я знаю, конечно, но я ни хера не делаю, да потому что тебе нравится так жить, потому что ты уже гнойная вонючка, ты уже в этом дохнешь, тебе уже в этом приятно, и тебе нравится вот это переливать, в этом находиться. Ну нравится – живи. Я не знаю, почему эти люди, каким образом доходят до меня. Но еще раз, движение, кайф, удовольствие, возможности – это всегда не пассив, да, антипассив, назовем это так. Именно поэтому, когда меня спрашивают про пассивный доход, я задаю первый вопрос – а зачем? А зачем вам пассивный доход? Почему вы ничего не хотите делать? Задайте себе вопрос – это же диагноз. Я не хочу ничего делать, но хочу получать деньги. Да поверьте мне, я заработала свои деньги, и я знаю состояние, когда ты заработал деньги, они не приносят тебе кайфа. Так это ты прошел путь. А если не прошел, зачем оно тебе надо? Вы задайте себе вопрос. Представь себе, что прямо сейчас я выхожу из своего дома, и у меня стоит автопарк. Представь себе, помните про светик-семицветик, помните, как она оторвала лепесток, и у нее эти игрушки посыпались ей на голову, и она стоит и дохнет в этих игрушках, а потом видит мальчика, который не может ходить, и она решила все-таки спасти этого мальчика. Аллилуйя! Так это очень мудрая сказка. Вы должны понимать, что если вы не развиваетесь, если вы не понимаете, что вы будете делать с этими деньгами, у нас максимум. Я буду помогать детским домам. Да не будешь ты ни хера помогать детским домам? Да ты не думал никогда об этих детских домах, тебе наплевать на эти детские дома. И это не плохо, не хорошо. Плохо только то, что ты не знаешь, зачем тебе эти деньги. Если ты реально мечтаешь приютить детей, так иди им сейчас помогай. Ты уже сейчас можешь это делать. Если это для тебя счастье, если ты говоришь о том, что ты деньги кому-то отдашь, так иди помоги им. Обними ребенка. Ему не нужно много. Купи ему чупа-чупс и обними его. И все. И он будет счастлив. Это ты говоришь для того, чтобы себя оправдать. Это ты говоришь о том, во что ты никогда не веришь, но чтобы думали, что ты хороший человек. Чтобы думали о том, что ты хороший. Или ты говоришь, я буду помогать собачкам. Так иди сейчас помоги. Возьми одну собачку домой. Ходи с ней гулять. Гладь ее. Купай ее. Делай что-нибудь. Ты же это можешь делать сейчас. Нет. Это я когда-нибудь потом. Потому что ты тоже в этом не веришь. А задать вопрос, чего я хочу, для большинства людей это огромная проблема. Люди боятся. А знаете, почему боитесь? А боитесь потому, что боитесь увидеть, что ваша жизнь сегодня полностью не соответствует этому. И не соответствует по той причине, что это вы сделали этот выбор. Это не с вами случилось. Это вы его сделали. Это вы это решение приняли. Это каждый день. Ваши мысли, ваши действия создают вашу реальность. А это означает, что нужно взять ответственность, чтобы это изменить. Это когда смотришь в зеркало и видишь себя жирным, и говоришь, это генетика, это широкая кость, это мама меня накормила. А на самом деле это ты, падла, жрёшь. Это ты сидишь и жрёшь, и ты делаешь своё тело жирным. И для того, чтобы это перестать делать, тебе надо зашить рот, и это сложно. Нужно пойти и не сидеть на стуле, а побегать. Это тоже тяжело. По лестнице ходить вместо лифта. Есть множество решений, но ты не хочешь. Ты хочешь взять пирожок и жрать его. Вот в чём история. Понимаете? Это твоя личная ответственность. А у нас не любят ответственность. А я обожаю ответственность. Я обожаю ответственность. Потому что, когда я беру на себя ответственность, я управляю своей жизнью. Я не люблю быть пассажиром в машине. Я люблю сидеть за рулём. Я хочу знать, что если я доехала и свернула не туда, это я доехала и свернула не туда. Если что-то в моей жизни произошло не так, это я приняла это решение, не кто-то. Если я кого-то послала в жопу, то я это сделала, потому что это я так захотела. И я сломала эти отношения. Но я это сделала. Они меня послали в жопу, а я была в этот момент жертвой. Нет. Я люблю управлять своей жизнью. Я люблю знать, куда я эти деньги вложила или не вложила. Да, я просрала, например, на цветочном бизнесе 120 тысяч долларов. Но это же я их просрала. Это не кто-то сделал за меня. Это не кто-то взял мои деньги. Это я сама. Я сама придумала. Я сама решила. Я сама сделала. Это мой опыт. Тупой, дурацкий, но мой. Я не могу сказать сейчас, сидеть и говорить, «Господи, я отдала 120 тысяч долларов на покупку. Кому-то там кто-то строил компанию, и он пообещал, что у меня будет. И я же ему поверила. О, Господи!» И вот я хожу и всем рассказываю эту историю. Нет, я их проебала. Ну да. Я получила опыт. Я пошла дальше. Я пошла дальше. Потому что у меня не было больше тех денег. Да, у меня появились долги. У меня появилось много всякой классной движухи. Но я пошла дальше. Это мое. Это моя история. Я в ней не жертва. Все равно я хозяйка своей жизни. Вот вы должны понимать, что до тех пор, пока вы не возьмете ответственность и не поймете, что вы живете, и что пассив – это всегда херня. Потому что в пассиве вы всегда ведомы. Вы в пассиве ожидаете, что вам скажут, как вас ответят, куда вас поведут. Это все время ведомая позиция. Станьте ведущими. Это интереснее. Я не говорю, что ведущим это легче. Нет, это сложнее. И проебывать будете больше. Но это интереснее. Потому что это хотя бы вас учит. Это не заставляет вас сидеть в позиции, сидеть и плакать. Это, знаете, это как мама. Вот вы пока дочка, вы все время слушаете маму. Мама вам сказала, съешь это, ты плюешься, тебе не нравится. Вы пошли на базар, мама сказала, купи вот, ну я на базаре с мамой вещи покупала, купи вот эти сапожки, а тебе они не понравились. Ты ходишь и ненавидишь эти сапожки. А когда ты становишься мамой, ты уже отвечаешь за свою дочку. То есть ты уже не слушаешь маму, а ты уже отвечаешь. Ты уже должна брать ответственность за то, что ты сейчас ей посоветуешь, что это сложится в этом, ее жизнь не сложится, ей понравятся эти сапожки или нет. Вот станьте мамой, станьте ведущим. Так, я не знаю, тут у кого-то есть диалоги. Вы чего тут много смеетесь? Так, психанула, уволилась с работы, ушла в пряничное дело и ни капли не пожалела. Я вам скажу так. У меня очень много мыслей по поводу всех этих дел, и я точно могу вам сказать, что я не готова брать ответственность за вашу жизнь, потому что это неправильно. И очень многие люди по-прежнему стремятся ее на кого-то сбросить. Они говорят, Ольга, вот скажите, пожалуйста, я хочу вот, например, взять у вас там консультацию, которую я уже, кстати, слава богу, не даю. Но вот если вот вы мне скажете, это точно будет так, да никто не знает, как будет. Вот я вам честно скажу. Никто не знает, как будет по факту. Вы должны это понимать, что никто не знает, как будет кроме вас. Потому что, когда я понимаю, что я принимаю какое-то решение и будет так, я точно знаю, что так будет. Не факт, что сразу. Не факт, что с сотой попытки. Не факт, что в этом году. Но так сто процентов будет, пока я этого хочу. И я могу эту смелость брать на себя и планировать, и знать, где я буду жить, с кем я буду жить, как я хочу жить. И я задаю себе эти вопросы right now. И я понимаю, что да, сейчас я хочу так. Мне говорят, ты что, сумасшедшая? Ты как? Вот так. Вот так. Потому что это моя жизнь, потому что я не хочу быть в пассиве. Я не хочу ожидать, пока кто-то что-то сделает за меня. И вот это, давайте вернёмся всё-таки к нашей теме. Итак, я хочу, чтобы вы понимали, что история про пассив — это отсутствие энергии. Вот почему с деньгами это не дружит. Вот я хочу, чтобы вы это знали, что любая ваша пассивная история — это отсутствие энергии. Это как женщина в сексе, которая хочет спать. Она пассивна, она даёт, но она хочет спать. Точно так же происходит и во всём, во всём, во всём остальном. Поэтому раскачивайте себя. Я была в Одессе вчера, вчера приехала. И я начинаю свои выступления часто с того, что заставляю людей подняться. Потому что меня очень любят выступать после обеда. Люди приходят после обеда, все хотят спать. Понимаете? Все пожрались. Все такие сидят. Пузико повываливали, и мне сейчас нужно перед ними выступать. А у них физически слипаются веки. Я это знаю, потому что со мной происходит то же самое. И я всегда начинаю выступление с того, что заставляю людей встать и подвигаться. Почему? Да потому что, когда ваше тело спящее, когда вы физически спящие, вы не в состоянии воспринимать информацию. Ваш мозг спит вместе с вашим телом. Поэтому, когда мне, например, человек говорит о том, что мне не хватает энергии, я всегда задаю ему вопрос, а ты физкультурой какой-то занимаешься, какими-то физическими нагрузками? Вообще чем-то? Ты танцуешь, может быть, дома под балалайку? Всегда запомните, как только вы себя чувствуете кисло, вставайте, прям вставайте. И начинаете двигаться. Вы можете прыгать, вы можете бить себя. Я перед выступлениями всегда вот так себя бью, потому что мне нужно, чтобы у меня была горячая кровь. Прыгайте ручками, колотите что-нибудь. Это важно. Попробуйте это сделать. Вот если вы один трек пропрыгаете, продвигаетесь, вы увидите, что вы по-другому будете смотреть на людей. Мало того, вас будут люди раздражать. Вот проведите такой следственный эксперимент. Попрыгайте, побейте себя, почувствуйте, как кровь у вас пошла. Почему бьем? Гимнастки выходят на площадку, я не знаю, видели вы когда-то или нет, на соревнованиях, они бьют. Бьют по бедрам, бьют по рукам, чтобы пошла кровь. Бьют по ладошкам их тренера, причем сильно бьют. Для того, чтобы пошла кровь, чтобы она могла эти предметы хватать, понимаете, а не быть какой-то сонной тетерей. И попробуйте после этого позвонить своим знакомым. Ну вот, позвоните им просто, своему другу, и начните с ним разговаривать. Проведите сегодня следственный эксперимент. В 99% случаев вас знакомый, вас, ваш знакомый будет бесить. Знаете почему? Потому что вы будете бодрые, потому что вы ему позвоните и скажете, ну привет, ну как твои дела, ля-ля-ля-ля-ля-ля. А человек будет разговаривать с вами приблизительно вот так. Потому что он там сидит тихонечко в офисе, или он там может быть дома сидит, телевизор смотрит. И он будет вот такой. Вы с ним поговорите пару минут, он вас взбесит. Нет, потому что вы находитесь на разных энергетических волнах. Вы заряжены, вы хотите что-то делать, вы хотите с ним чем-то поделиться, а он нет. Так очень часто бывает, когда, например, вы пошли куда-то поучились, или вы находитесь в процессе обучения, где вас все время качают, вот как у меня это часто происходит. Человек посмотрел мое видео, эфир, там, ля-ля-ля, сделал задание, пообщался в группе, в чате, а тут ему говорят, о, опять ты в этой секте, да? Да, ну ты дурак, конечно. И ты такой сидишь, и у тебя одно желание – нож бросить, или, думаешь, вилку в глаз. Вот такой выбор серьёзный перед тобой стоит. И действительно так происходит. Так происходит, потому что это разные энергетические уровни. Так я вам хочу сказать, что ваша энергия от того, в каком состоянии вы находитесь, и ваши результаты от этого и зависят. Когда вы находитесь в заряженном состоянии, это закон притяжения. Бросьте мяч об стенку, и он быстро прилетит к вам. Если вы бросите его вот так, то мяч где-то там в середине… И ни хрена к вам не прилетит. Закон притяжения работает. Если я брошу грёбанный блокнотик, он улетит вниз, понимаете? Он улетит. Вы не увидите, что что-то сейчас полетит вверх. Ничего вниз не полетит. Ничего не полетит, понимаете? Вверх точнее. Всё полетит вниз. Закон притяжения работает точно так же. И когда вы отдаёте, вы что-то и получаете. И когда вы отдаёте хорошее, вы получаете хорошее. Когда вы отдаёте плохое, низкие вибрации, и когда вы отдаёте говно, вы говнище, и получается. Фишечка-то такая. А теперь мы возвращаемся к нашей теме. Я пассивненько отдаю свои деньги с большими надеждами, что эти кровиношки-бумажечки принесут мне что-то. У вас их хапкая рука. Всё, и вам только вот это принесёт, понимаете? А вы сидите и говорите, что ж такое пассивный-то доход? Я же знала, что меня разведут. Знала? Да, конечно, знала, потому что ты лошится. Потому что везде, где написано «пассивный доход» — это для лохов, для таких, как ты. Специально, спешили, фую, килограммами покупай, бады, хуяды, потому что ты лошара, потому что ты позволяешь себе думать о том, что ты ни хрена полезного в мир не сделаешь, и тебе за это дадут деньги. Ты лох. Вот что ты должна сказать своему отражению в зеркале в тот момент, когда тебе сильно захочется в это поверить. Потому что ты в этот момент ничего, ты будешь только сидеть и ждать. Ну, когда же мои денежки придут? Ну, придут они или не придут? Ну, придут они… Зачем? Зачем им этот пассив? Уходите от всего пассивного в жизни. Убегайте от пассивных людей. Бегите от людей, которым пофиг на вас. Бегите от вот этих суперспокойных и дипломатичных людей. Знаете, в отеле общались когда-нибудь с персоналом. Я делала много ивентов. И когда я встречала вот этого менеджера, который говорил, «Ну, подождите, Ольга, нам нужно разобраться». Конечно, ему нужно разобраться. Он сидит на своей работе, там что-нибудь там делал, не знаю, получает свою зарплату. А я работаю со своей невестой, у которой лучший день ever. И руководство этому чудесному администратору через 37 колен вдруг рассказывает о том, что что-то мы не можем и так далее, и так далее. И она очень хочет дипломатичным тоном со мной об этом поговорить. Нет. Уходите от таких людей, мочите таких людей. Ну ладно, когда вот приходится с ними работать, но это уже личные разборки, если вам повезло, если у вас есть организатор. А в жизни уходите. Все люди, которые вот такие, им нету ни до чего дела, они внутри умерли, погибли. Уходите от дохлечков. И с мужиками с такими не связывайтесь, девочки, когда такое, ни рыба, ни мясо. Уже лучше, блин, тарелки на голове друг у друга бить. По крайней мере, секс будет страстный, хоть что-нибудь хорошее в этих отношениях будет. Поэтому возвращаемся. Энергия — это наша жизнь. А теперь давайте копаем дальше. Копаем дальше в том, что до тех пор, пока вы не осознаете момент самый главный, что ваша жизнь и дело до вашей жизни есть только вам. И если вам нету до неё дела, то уж ждать, что вашему работодателю или кому-нибудь, или президенту будет дело до вашей жизни, не издевайтесь, не будьте настолько тупыми. Вы умные люди, проснитесь. Я понимаю, что в школе нас 12 лет пытались научить быть тупыми. Но не надо. Нам пытались рассказать про интегралы очень важные, про очень какие-то страшные штуки, которые нам нужно непременно знать, историю до нашей эры. Нам никто не сказал, что мозгами думаете вы, блин, придурочные, вы выйдете в жизнь. Вам нужно научиться думать, разговаривать, вам нужно научиться строить коммуникации, вам нужно научиться общаться с этой планетой, вам нужно разобраться с тем, как это всё работает, с тем, как работает мышка, пусть разбирается тот, кому интересно проектировать мышку. А вы знаете, как вы работаете, как ваши мысли работают, вы знаете, почему у вашей жизни столько говна? Вы когда-нибудь думали об этом, кроме кармы? Гениального слова. Я понимаю, что гадалки ходили, наверное, гадалка что-то вам там рассказала весёленькая. Вы когда-нибудь задумывались, почему у вас жизнь такая, какая она есть? Как вы этим управляете? Где ваш пульт управления? Почему компьютером я управляю, мышкой я управляю, машиной управляю, даже fucking shit, даже космическим кораблём управляю, а собой не никак? А у меня генетика, да? Всем управляется всё в мире, даже уже можно, блин, летать в космосе, от радиации уходить, а собой нет. Нет, тут нет, и тут генетика, тут не попрёшь-то. Куда ж тут-то? Вот как родилась, так вот и приходится. Изучайте себя, изучайте себя и разбирайтесь с тем, как работаете вы. Изучайте свои желания, изучайте то, каким образом они достигаются, наблюдайте за собой. Когда вы находитесь в хорошем состоянии, в плохом, когда произошло то или иное событие, когда пошла в вашем понимании белая полоса, а когда чёрная. И даже если вы понаблюдаете за этим пару недель, вы увидите, что это очень управляемые штуки. Вы заметите закономерности, заведите от них ничего. Пишите, анализируйте, вы увидите, что это работает. И тогда, мы же все, фома неверующий, нам же поверить в то, что вложить пассивно доход мы можем и миллион заработать, это мы можем. А в том, что мы можем сами, подсознание нами не управляет. Управляете всем вы. Вами никто не управляет. Вы управляете своим подсознанием, сознанием и прочими штуками. Это вы управляете. Вы вот уже сразу же видно, что сразу же хотите, чтобы кто-то там чего-то там делал. Подсознанием-то вы тоже управляете, это вы туда всё засунули. Просто когда вы начинаете это контролировать, вы в состоянии перезаписать любые программы подсознания. Потому что мы туда вкладываем все программы в это подсознание. Если вы постоянно себе повторяете, что вы, блин, жирная свинья, или что вы чего-то не можете, то вот ваше подсознание это и принимает. Это вы кормите свой мозг, а не мозг кормит вас. Каждый раз, когда вам хочется сказать, что вами управляет космос или боженка, или мама, или муж, или кто-то ещё, скажите, «Алё, я опять лошара, я собой управляю, я собой управляю». Да он должен управлять. А если вы собой не управляете, то вами управляет вообще тупо всё. Вы сидите в большом мусорнике, который вами управляет. Вы такой бомж, знаете, вас все ногами пинают. Вот в чём прикол, понимаете? Вам что не забросили, вот средства массовой информации, они вам что не бросили, вы всё это едите. Сколько там умерло, не умерло, что надо делать, что не надо. Вы постоянно едите шлак, который вам дают другие. Каждый идёт, харкается на вас, и вы это едите. Вот, ребят, в чём проблема, понимаете? Я догадываюсь, что я не очень это нормативненько всё объясняю, и, наверное, как для интеллигентного спикера не гожусь, но я и не стремлюсь им быть. Я просто такая Оля Ермилова. И моя задача — показать и научить вас тому, что вы сами всё можете. Вот, понимаете, вы сами всё можете, но вы просто ленитесь. Вы просто ленитесь, и вы надеетесь очень сильно, что как-то само это всё произойдёт. А само всё происходит. Оно у вас всю жизнь происходит. Вот каждый раз, когда мне говорят, «Оль, ну где мне взять смелость?» Я вот уже понимаю, что мне нужно к вам на рерайтер прийти. Я понимаю, а где смелости взять-то для этого? Да нигде, не берите. Сидите. Сидите, живите, как хотите. Какая разница? Ну, сидите. Если вы это… Вот, знаете, для меня всегда удивительно. Когда ты не знаешь какой-то информации и живёшь без этого, это очень классно. То есть, ну, ты просто этого не знал. Но когда ты это знаешь, это вот я всегда пример этот привожу, пока ты был маленький и ел шоколадки, и ты не понимал, в чём разница. Шоколадка же маленькая, а кашу дают большую. Я лучше съем шоколадку. Логика есть для твоего мозга маленького. Но когда ты уже взрослый, ты же понимаешь, там, все эти простые сложные углеводы, там, сколько в шоколадке калорий, сколько ещё в чём-то калорий, что такое быстрые калории, медленные калории. Короче, всё ты это знаешь. Вот тогда уже ночью жрать шоколадку, ну, как бы, чувство вины больше, да? Не факт, что вы её не едите. Но, по крайней мере, когда ты подходишь и хочешь сожрать всю шоколадку, ты берёшь маленький кусочек, думаешь, так, ладно, всё, на этом, пожалуй, сейчас установимся. Так вот, то же самое здесь. Когда вы начинаете понимать, что вы можете этим управлять, что есть для этого знания, пусть которыми вы сегодня не владеете, многие говорят, ну, я знаю про позитивное мышление, про силу мысли. Да херня то, что вы знаете. То, что вы знаете, даже если вы прочитали об этом все книги мира, это фигня полная. Вопрос в том, что вы делаете. И вопрос в том, что дисциплина — это то, чем обладает очень маленькое количество людей, а без дисциплины вы не способны получить ничего хорошего. Результата без дисциплины не будет. Мы все знаем, как сделать кубики на животе, как у многих они из нас, даже из стройных. Вот я стройная, у меня нет кубиков на животе, потому что это жесточайшая дисциплина, к которой я, например, не готова сейчас. Вот очень хочется, но не готова. Очень важно понимать, что если ты хочешь менять свою жизнь, ты должен взять ответственность и за свою дисциплину в том числе. Потому что, если мы говорим о том, чем занимаемся мы на Рерайтере жизни, это ментальные практики. Это ежедневные ментальные практики. Когда начинается наш марафон, мы начинаем с того, что мы изначально определяем свои цели и определяем их не в пунктиках, хочу чёрт знает чего и зачем-то напишу, пусть будет яхта и самолёт. А потом напишу это на воздушном шарике, я не знаю, или голубя отправлю в небо, ну или как-нибудь так, много есть методологии у разных людей. Мы пишем книгу своей жизни. Почему книгу? Потому что очень важная история, когда мы описываем свою книгу, свою жизнь в целостном варианте. Вот понимаете, бывает так, ты намечтал мужика, например, а к такому мужику ты такая не подходишь. Или, например, того, что ты намечтал в личной жизни, никак не соединима с той реализацией личной в работе, которую бы ты хотел и так далее. Нам очень важно замкнуть круг, нам очень важно увидеть свою жизнь, вот так, знаете, подняться сверху и посмотреть на неё и исходя из этого её скорректировать, для того, чтобы мозг понял вообще, что его, а что не его. Потому что зачастую мы хотим чего-то гипотетически, помните, как вот, когда у вас нет денег, вы заходите в магазин и вы думаете, куплю вот это, вот это, как бы я хотел это платить. Но когда у вас появляются деньги, вы заходите и думаете, не, это я уже не куплю, это я не хочу, это для меня или сильно плохое, или я нелетовна, это столько тратится, это глупо. То есть, это две разные позиции. Когда мы пишем книгу жизни, мы смотрим уже на свою жизнь, и мы в процессе очень много прокачиваем историю и узнаём, как работает наш мозг, мы уже сильно ответственнее начинаем к этому относиться. Многие люди, когда пишут рерайтовцы, задают мне с ними вопрос, Оля, а такое можно написать? А такое ощущение, как будто бы они берут красное перо, вот у людей ощущение, знаете, и пишут этим в такой тетради жизни, в которой нельзя переписать. Вот такой страх даже присутствует у человека, он чувствует ответственность, он уже понимает, что каждая мысль, которая есть в его голове, и каждое слово, которое он пишет, имеет возможность реализоваться, и есть за это ответственность. И это круто, но переписать можно, но ответственность такая существует. Поэтому наша задача изначально понять, какими мы хотим себя увидеть, понять, как это работает, понять и заставить свой мозг, разобравшись, что у него там есть сознание, подсознание, кто нами управляет, и так далее, и так далее, разобраться со всей этой системой, для того, чтобы мы увидели, что, ёпси, так мы реально можем управлять. Вот почему я управляю своей жизнью, вот как выглядит моя жизнь, и так далее, и так далее, и так далее. И уже только после этого мы приступаем, после месяца марафона, для тех людей, которые понимают, что это круто, что это работает, таких людей очень много, мы уже начинаем заниматься дальше в клубных занятиях, у нас идёт трёхмесячный, там продолжение такого клубного зависа, и так далее, и так далее. Это, в принципе, не заканчивается никогда, потому что очень у многих потом появляется такой страх, что из этого можно выпасть, потому что ты настолько привыкаешь делать ежедневные ментальные тренировки, ты настолько серьёзно к этому относишься, потому что ты видишь, как меняется твоя жизнь, ты видишь, как ты управляешь своей реальностью, что очень страшно, что ты можешь разучиться это делать, или что ты можешь случайно из этого выпасть. И это дисциплина, постоянная и регулярная, без единого дня пропуска. И если изначально это пугает человека где-то, потому что нас всегда пугает, что это новое, то потом это вызывает очень крутую зависимость и понимание того, что ты наконец-то нашёл пульт управления от собственной жизни. Я называю нас именно вот наш мозг, это пультом управления от жизни. Каждый день я программирую себя на то, что я хочу в этой жизни. Я программирую себя на всё, что со мной происходит. И, безусловно, со мной происходят какие-то вещи, которые, скажем так, на которые я пока не могу 100% влиять, потому что есть эмоции, есть жизнь, есть множество разных историй, есть какие-то личные проёбы, конечно же. Но когда ты умеешь этим управлять, ты умеешь и реагировать на это правильно. Часто мне спрашивают, Оль, а как вот вы отходите от каких-то ситуаций, когда вы очень расстроены, когда что-то произошло? Я говорю, ну как отхожу? Ну там час прошёл, и я отошла и живу дальше. Для меня нету такого понимания, что, например, чёрная полоса началась. Да глупость это. Ну нету никаких чёрных полос и белых полос, ничего нет такого. Есть та жизнь, которую ты выбираешь. Это как в супермаркете. Нельзя сказать, что началась овощная полоса. Нет, ты зашёл в супермаркет, пошёл в овощи, значит овощная полоса. Захотел в колбасу, колбасная полоса. Ты хозяин. Ты хозяин. Нужно сначала захотеть реально честно, осознанно, а дальше действия. Я бы никакой такой очерёдности не выстраивала. Всё на самом деле у каждого происходит индивидуально. Мы все очень разные люди, это надо понимать. Мы все находимся на разном уровне осознанности. Я думаю, что у нас у каждого разный ещё период. Вообще, в принципе, кто когда кем был, в кого перерождался и так далее, и так далее. Но то, что сейчас огромное количество людей пробуждается, и то, что Вселенная, все вот эти катаклизмы, которые происходят, всё, ну не буду вас сейчас там сильно куда-то грузить, но это всё абсолютно естественный ход. И огромное количество людей сейчас начинает внутренне просыпаться, и даже те, кто никогда об этом не думал, внутренне чувствуют, что нуждаются в изменениях, но не понимают, что делать для этого. Ну, благо, вариантов достаточно сегодня уже для этого много, и тем людям, которым это необходимо, это действительно произойдёт. Итак, у нас, я смотрю просто, что время потихонечку, 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 подходит к концу, поэтому давайте будем закругляться. Если есть какие-то вопросы, вы можете написать, если вопросов как таковых нет, то я пока буду идти к финалочке. Значит, 1 сентября у нас стартует новый поток рерайтера жизни, это уже следующий вторник. Я вас приглашаю всех присоединиться к этому марафону, это уже сильно больше, чем марафон, на самом деле, это, наверное, такой некий переход в свою другую осознанную жизнь, которую вы учитесь управлять, но, как по мне, это самое интересное вообще всё, что может быть. Если я когда-нибудь буду иметь отношение к образованию, то я обязательно заложила бы такую дисциплину, потому что считаю, что каждый человек это должен изучать. Хотя, конечно, в этом случае планета будет находиться в опасности, потому что всё в мире очень сильно изменится. Не знаю, выдержит ли она столько, да, наверное, выдержит, осознанных и крутых людей, но я уверена, что мы бы жили совершенно в другом мире. Но так или иначе, какое-то время назад мы не могли представить, что мы будем сидеть и разговаривать через какую-то коробочку в экране, и люди будут со всего мира, и нас будут все видеть и слышать, и нам не нужны будут живые аудитории, поэтому, в принципе, why not. Цена участия в рерайтере, если я не ошибаюсь, то сегодня стоимость ещё 90 долларов, и скоро она поднимется уже до 100, она поднимается. У нас 27 числа стартуют продажи пробной версии, стоимость уже рерайтера на этот момент будет 100 долларов, это его основная стоимость базовой версии, за 5 долларов можно будет купить пробную версию и написать две главы, побыть 4 дня в общем чате марафона и вообще вообще всей движухи для того, чтобы увидеть, как это и что это. Ну вот так у нас это происходит каждый месяц, поэтому думайте, решайте, в любом случае, рано или поздно, если вы проснётесь, вы будете с нами, и помните о том, что когда вас в очередной раз вам рассказывают о том, что вот можно ничего не делать и что-то получить, не надо думать, что вас обманут, просто задайте себе вопрос, а хочу ли я, хочу ли я ничего не делать? Так, вы так ответили за цену, реально сразу видно, что ваша цель не деньги на первом месте. Я очень люблю деньги, но как бы деньги можно зарабатывать разным путём, гораздо круче, когда ты просто делаешь то, что тебе очень нравится, а деньги тебе за это платят с удовольствием. Так, ты говорила, что ты такая энергичная, то, что с этим идёт параллельно, из-за этого не возникают конфликты с детьми и мужем? Нет, нет, не возникает у меня конфликтов ни с детьми, ни с мужем. Нормально абсолютно. У меня все энергичны, в принципе, в семье достаточно, поэтому нет. Мне кажется, что если бы у меня были люди неэнергичные, ну, во-первых, дети не могут быть неэнергичными, потому что, во-первых, они дети, во-вторых, они мои дети, а муж, ну, нет, всё прекрасно, он любит меня такую. Вопросы по энергиям, когда она зашкаливает? Ну, нет, у меня всё прекрасно, у меня прекрасная энергия, я не знаю, кому она может не подходить. Возможно, оплата частями, сколько длится курс. Вы можете перейти по ссылке в профиле и прочитать по информации по длительности, по всем моментам и нюансам. Возможно, оплата частями, это можно написать тоже в поддержку, есть на страничке рерайтера жизни, которая есть в ссылочке по профилю, в профиле моём есть поддержка, вы можете написать, вам ответят на все вопросы. Так, вот почему, как только перестаю ходить на работу, дома раскисаю, сейчас готовлюсь быть мамой, домашняя работа, удовольствия как своего дела. Ну, опять-таки, вы, скорее всего, просто не нашли себя, потому что, если работа является спасением, то это тоже момент как бы вопросика такого. Вот я, например, уже какой-то период времени достаточно длинный очень гармонично ощущаю себя, где бы я ни была и чем бы я ни занималась. И это очень крутой такой для меня лайфхак. Вообще, первое лето в моей жизни, которое, знаете, я прожила с удовольствием, то есть я его заметила. Я отдыхаю очень много этим летом, очень много езжу, куда-то там, ну, мне очень нравится. Я замечаю листочки, облака, небо, вот очень много каких-то таких крутых штук, при том, что я абсолютно материальный человек, то есть я не человек, который, знаете, там вечно находится в Астрале, нет. Вот, но всё зависит от того, что внутри вас, потому что материнство это прекрасный период, и можно реализовывать очень много всего. Нужно навести порядок вот здесь. Так, дети иногда ленятся, я не знаю, Елена, что у вас там с детьми, у меня не ленятся. Вы есть в чате марафона? Конечно, мало того, что я есть в чате марафона, я есть во всех чатах, потому что у нас клубы есть, там разные потоки, у меня сейчас шесть чатов, я есть в чатах, я даже по-прежнему помогаю в индивидуальном порядке рерайтовцам, если мне пишут каких-то личных своих вопросов, потому что бывают разные ситуации у людей на разных периодах жизни, и есть очень много изменений во время марафона, они бывают разного характера и хорошего, и хорошего, но на данный момент очень неожиданного для человека. Вообще, вы должны понимать, что ничего плохого с вами в жизни не происходит, а если что-то происходит, то это происходит, потому что вас куда-то ведут, а вы сами не хотели чего-то замечать. Поэтому моя задача иногда выступать в роли такого себе психолога тоже, хотя я не считаю себя психологом. Так, при желании очень сильном, при работе с собой мудрость приходит не по годам. Наверное, не знаю. Посоветуйте книги для развития. Давайте не будем в банальщину, приходите в рерайтер жизни, у нас есть там библиотека, у нас есть там кинозал, куда я загружаю всё, что нужно, а в клубе у нас есть много медитаций. Я вот сейчас, кстати, сделала новую медитацию на здоровье, только буквально вчера я её получила. И так далее, и так далее, и так далее. Я живу по принципу простому. У меня есть люди мои, и есть люди, которые пока не мои. Вот, если вы хотите получать всё, ваша задача становиться моими людьми. Для своих людей я делаю всё. Я сейчас работаю над хорошей инфраструктурой, чтобы, когда у нас есть личные кабинеты, чтобы мои участники получали всё, что нужно, чтобы им не нужно было смотреть телевизор, всякий шлак, чтобы не думать о том, какие фильмы нужно смотреть, какую музыку слушать. У нас есть даже уже аудиотека. Я занимаюсь всем для того, чтобы моим участникам было очень-очень классно, и та среда, которая сформировалась внутри, была абсолютно жизнедеятельна, жизнеспособна, и в ней не было ничего того, что есть в обычном мире касаемо вот этой вот всей истории про проблемы, болезни. У нас нету этого. Мы этого лишены. И не потому, что мы какие-то шизанутые, а просто потому, что этого и быть не должно, потому что это всё придумали для того, чтобы управлять другими людьми. Я не люблю, когда мной управляют. Я люблю быть хозяйкой своей жизни, и такой же пример даю всем остальным. И показываю, как круто, когда вы сами управляете своей жизнью. Так что всё. Обнимашечки, поцелуйчики. Всем спасибо большое за эфир. И до скорых встреч. Жду вас на Рерайтере.